Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы хотим просветить наше совместное с профессором Казённом Александром Сергеевичем выступление тому уникальному явлению нашей жизни, которое называется «Красный университет». Вот, Александр Сергеевич, оцените, пожалуйста, это явление, что вы можете о нём сказать, как один из основателей, один из преподавателей, ну и как человек, который на это смотрит не только изнутри, но и со стороны, поскольку у вас достаточно знаний, чтобы оценить, насколько это важно, нужно, полезно, и какую роль это играет, можно сказать, в современной истории, а можно сказать и в истории вообще. Да, конечно, это уникальное явление, и его уникальность, она в том числе подчёркивается, значит, тем, что вот уже десятый набор осуществляется, и поток людей, идущих в наш университет, ищущих марксистского образования и находящих его, значит, он не иссякает, он ещё увеличивается. Почему? Потому что на фоне развала фактически общественного, государственного образования, людям мировоззренческих знаний, знаний об обществе, об истории, о психологии, о категориях, о логике, подчеркнуть взять негде, а в нашем заведении они эти знания как раз находят. Причём наши знания, они интересны и полезны тем, что они продолжают старую мировую традицию. Мы опираемся на великое учение Владимира Ильича Ленина. Владимир Ильич Ленин опирался полностью на 100% на учение Маркса и Энгельса. Маркс и Энгельс заявляли неоднократно, что они ученики Георгия Вильгельма Фридриха Гегеля, великого немецкого и мирового философа, которого называют Аристотелем, значит, современной эпохи. Ну, тогда имел, ещё до XIX век. Гегель опирался на Аристотеля, говорил, что Аристотель самый глубокий учитель, самый глубокий философ, первый, значит, систематизатор философии. И вот эта традиция, которая начнется Аристотелем, она, собственно, у нас и продолжается. И мы стоим на аристотельской точке зрения. И сейчас, скажем, для меня Аристотель – это такая настольная литература книги, к которой, скажем, я постоянно обращаюсь. И наше учебное заведение, оно не только для нашей страны, для сегодняшнего момента истории интересно. Я думаю, что оно интересно было бы, если бы оно было в СССР, в советское время. Почему? То, что, скажем, в советское время Сталин был под запретом. Вот его идеи, теории, практическая деятельность, они были под спудом, о них не могли говорить преподаватели и мы. А теперь мы имеем возможность, значит, обсуждать Сталина, пропагандировать Сталина, брать у Сталина то полезное, что он сделал. И других научных центров, других культурных центров такого рода, в общем-то, в нашей стране и нету сейчас. И, скажем, вряд ли кто может назвать что-нибудь более-менее похожее на нас и способное составить хотя бы какое-нибудь, значит, соперничество или какое-нибудь соревнование с нами. Поэтому я думаю, что это такое уникальное учреждение, дающее большой свет знаний, которое несет советское просвещение в современных буржуазных условиях. Поэтому я думаю, все, кто заинтересован в истине, все, кто заинтересован в правде, все, кто заинтересован в глубоком понимании проходящих социальных процессов, им, конечно, интересен наш университет, наши знания, наше общение, наши передачи, наши публичные выступления и вообще тот круг идей, который мы пытаемся распространять, пропагандировать. И, кстати сказать, и ведь наши люди и участвуют в современном теоретическом осмыслении действительности. Поэтому, скажем, наши преподаватели – это активные авторы. Скажем, Михаил Васильевич, значит, каждый день выпускает книги, каждый год публикует книги, и даже еще в некоторые годы не одну пытается, а две и три публикует книги. И таких авторов, я думаю, что в советское это время не было, а и в наши времена это редкость. Скажем, я несколько книг опубликовал, Огородников несколько книг опубликовал, Золотов несколько книг опубликовал. Да все наши преподаватели опубликовали книги, исследования по современным жгучим социальным проблемам. Я думаю, что на единицу квадратной площади, значит, у нас в Красном университете с нами никто не посоперничает. Я думаю, такого места другого в России просто нет. И я даже не знаю, когда оно еще будет. Поэтому я думаю, что и вот этим интересен наш университет. И в этом смысле, я думаю, на него еще будут долго идти, и те люди, которые хотят получить истинные знания. Ну, я думаю, что истинные знания люди хотят получить для того, чтобы возродить то, что утеряно. Утерян Союз Советских Социалистических Республик. Люди думают, что это можно возродить так, что объявить себя гражданином СССР, писать какие-то бумаги и так далее. На самом деле, что значит восстановить СССР? Это надо восстановить Советскую Россию для начала. Чтобы восстановить Советскую Россию, нужно восстановить Советы. Чтобы восстановить Советы, надо, чтобы в это дело, в восстановление Советов, включились те, кто и должны составлять ядро Советов. Это рабочие коллективы, рабочие фабрики и заводы, городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие. Для этого нужно не говорить, что вот было здорово, а как бы нам туда вернуться. А нужно проходить этот путь, ну, как бы, по-новому. Если кто-то отступал, ну, как страна отступала в войну, отступали же, отступали год, отступали второй, а потом начали наступать. Я думаю, что, что касается идейных позиций и пропагандистских позиций, я думаю, что мы уже не отступаем, а мы наступаем. И мы не отступали с этих позиций. И тогда, когда КПЦС изменила свою природу партии рабочего класса и стала буржуазной по существу партией, еще с 1961 года отказалась в своей программе и от диктатуры пролетариата, главного марксизма, и от классовой борьбы. Дескать, борьба уже всякая прекратилась, и нет никакой борьбы при социализме, и не нужна эта классовая борьба. И цель производства выбросила, которая была Лениным добыта в большой дискуссии, в том числе с Плехановым, когда он еще был вполне марксистом, а Ленин был молодой марксист, но еще на втором съезде при обсуждении программы партии у Плеханова стояло, что цель производства – удовлетворение нужд общества. Ленин говорит, что такое-то цель еще и тресты могут дать. Надо для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот у кого поднялась рука выступать против того, чтобы целью стояло производство, обеспечение полного благосостояния, этого мало. Благосостояние есть, развесение нет, и свободного всестороннего развития. Да не некоторых, как сейчас, а всех членов общества. Поднялась рука у кого? У предателей, коммунизма, у предателей, социализма. И поэтому вопрос стоит таким образом, что нужно возродить социализм в России и в СССР. Мы об этом говорим давно, это тут не представляет собой какого-то секрета или новости. Мы об этом говорим вот с Александром Сергеевичем, как мы это раньше делали. Мы в свое время с ним сидели на кафедре научного коммунизма, на общественных началах, конечно. Университетом марксизма и леонизма Ленинградского горкома партии. И это же преподавали в середине 80-х годов. В середине 80-х годов. Это же мы отставили в движении коммунистической инициативы, в объединенном фронте трудящихся. Мы являемся учредителями съезда Российско-коммунистической рабочей партии, рядом других товарищей Тюлькин, Терентьев и другие, которые буквально через два месяца после закрытия КПСС учредил коммунистическую партию. Тогда как граждане, которые сегодня все подвизаются в КПРФ, говорили, все, все, коммунистическое движение, все, конец, все, закончено. И стали организовывать социалистическую партию трудящихся в Артазаровой и доказывали нам, чтобы мы не трепыхались, не выступали и так далее. А мы выступали. Мы в Свердловске провели съезд. Через месяц уже в Челябинске мы проголосовали за программу партии, которая отряхнула, можно сказать, все, что относилось к ревизионизму в КПСС. Выкинули этот весь развитой социализм и прочий хлам, который наточили после Хрущева и Хрущева. Поставили туда диктатуру пролетариата, поставили борьбу за Советы, за советскую власть. И с того времени, можно сказать, мы можем сказать, что никакого перерыва в борьбе коммунистов за социализм не было. И эта борьба продолжалась именно уже тогда, когда совершалась ревизия в КПСС. Я, например, был членом пленума Ленинградского обкома партии и поставил на голосование вопрос о том, чтобы изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева. И мы этот вопрос потом в других местах ставили, вот с профессором Золотовым мы это ставили, прямо на совещании в ЦК, в зале секретариата ЦК, где обсуждался вопрос о программе. Ну и, как говорится, товарищи, которые там сидели, они как-то это восприняли спокойно, по крайней мере. А в это время тогда Ампилов организовал цепь вокруг Центрального комитета, и каждому, кто шел, давали газету. Если он не брал, то его не пропускали, а если брал, пропускали. А там было написано изгнать из партии, прямо в тексте программы, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева. Мы при Горбачеве выступали против Горбачева, мы знали, куда ведут, и знали, что именно к этому и придет, что сейчас есть. Но мы знали, что единственный выход из этого состоит не в том, чтобы впасть в уныние и в тоску. Сейчас вот некоторые плачут, а вот хорошо бы, а нам бы вернуть бы, его не вернешь, в том смысле, что он сам придет. Вернуть можно только соответствующей классовой борьбой. Классовая борьба у нас стоит в порядке дня, классовая борьба идет в нашем обществе, это всем известно. У нас есть всякие нормы осуществления этой классовой борьбы. Я хочу подчеркнуть то, что некоторые товарищи недооценивают, некоторые товарищи считаются большими революционерами, заявляют, что вот, дескать, у нас ужасный, почти фашистский режим. Фашистский режим, все, дескать, спасайся, ложись, сейчас убьют, зарежут. Вот мы можем вдвоем констатировать, как люди, которые в это время жили и в это время преподавали. Александр Сергеевич заведовал кафедрой философии, социальной коммуникации, был деканом факультета в Ленинградском областном университете, я у него там тоже работал на подставке. Я 49 лет был профессором Санкт-Петербургского государственного университета. Это ни одного слова в своих лекциях, поддержку того, что сейчас происходит, не найдете, тем более, что все лекции, которые я читал, все вывешены на канале Фонда Рабочая Академия. Читайте там. Сейчас только начали переходить, давайте лекции онлайн. У меня все лекции были онлайн, не в том смысле онлайн, что я сидел дома, а в том смысле, что я читал в аудитории, там, где было 20 человек, а после этого тысячи человек могли посмотреть. Но я думаю, что вот если это были наши, так сказать, отдельные выходы за выступления перед трудящимися и так далее, а вот такую махину сделать, какой является Красный университет, это уже другой уровень. То есть мы создали общественный университет Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения. Ленинградский интернет-телевидение обязалось, так сказать, все это выдавать с хорошим качеством, записывать, это тоже большое дело, надо на каждую лекцию прийти в любую погоду, в то время, в которое проводится. Время должно быть удобное для трудящихся, мы занимаемся с 19 часов, трудящиеся не могут целыми днями заниматься, два часа на все занятия и раз в неделю. Ну и занятия идут с 1 октября по конец мая. И, так сказать, отпуск мы тоже не перебиваем, это людям где-то надо отдохнуть и так далее. Но за этот период, за один год, меньше чем за год, за 10 месяцев мы даем такую программу, которую вы сейчас не найдете ни в каком университете. Потому что, если Ленин писал, что надо изучать три источника, три составных части марксизма, а мы еще объясняем, что это даже не части, а моменты марксизма. Нельзя вот взять один какой-то вопрос изучать только с политэкономической точки зрения, а другие не рассматривать. Надо обязательно принять во внимание все три стороны, все три момента марксизма. И это мы делаем и делаем в течение девяти, а вот сейчас десятый год пошел. Десятый поток набирается в Красный университет. Еще до 1 октября имеется возможность записаться в Красный университет. Для тех, кто в Ленинграде, лекции очные, для тех, кто не в Ленинграде, лекции заочные через систему дистанционного обучения. Все это надо было обеспечить, надо было создать коллектив преподавателей, а у нас преподаватели. Вот я заведовал кафедрой, например, научного коммунизма в университете Ленинградского горкома партии. Заведовал кафедрой в университете Российском государственном гуманитарном университете. Александр Сергеевич, я уже сказал, он был и деканом, и заведующим кафедрой. Огородников профессор, он у нас тоже в разных вузах. И заведующий кафедрой в университете. И в других местах выступает. Теперь молодые товарищи, очень подготовленные, очень грамотные и самостоятельные. Золотов заведующий кафедрой. Золотов Александр Владимирович, он будет читать. Мазур ректор. Да, Мазур Александр Анатольевич, ректор. Мы с Золотом и Александром Сергеевич являемся действительно членами Петровской академии искусства. То есть здесь не то, что какие-то люди собрались и что-то будут людям рассказывать. Во-первых, мы, можно по нашим лекциям, которые давно висят, и книгам, которые давно напечатаны в ходу, увидеть, что здесь преподают и кто здесь преподает. И во-вторых, мы другое еще выдерживаем, чтобы лекции должны были быть бесплатными. Что на сегодняшний день все становится все больше и больше редкостью. От несчастных детей и их родителей требуют, чтобы они платили за высшее образование. Ну, нам бы совестно было, так сказать, требовать деньги за образование, потому что мы жили в такое время, когда все, что мы получили в образовании, и вся подготовка, и в аспирантуре, и в вузе, и в школе, вся была бесплатной, и родина, так сказать, нас воспитывала, кормила, поила, учила. Поэтому как-то даже странно было бы для нас заняться тем, чтобы собирать деньги за движение к знаниям. И я хотел бы подчеркнуть другое, что некоторые товарищи увлекаются, доказывая, что у нас, я сказать, у нас чуть ли не фашистское государство, у нас нет никакой демократии. Ну, как нет, вот мы все преподаем, все, что хотим, никто нас не преследует, никто нам не мешает. Мы, все цели наши ясны, задачи определены, программа всем известна. Поэтому не надо себя запугивать. Просто есть люди, дело, которые пытаются вытащить страну, так сказать, из той пропасти, в которую ее завели не нынешние, так сказать, руководители, а ревизионисты от КПСС. Есть люди, которые пытаются вот не просто вытаскивать, а просто здесь ныть, плакать по поводу того, что вот стало плохо, как мы живем, у нас целый фашизм. Ну, так вы боритесь. Без борьбы ничего не делается. Без борьбы не делается вообще ничего в мире, потому что всякое движение – это борьба. Всякое развитие – это борьба противоположностей. Все это борьба противоположностей. Поэтому будем бороться, значит, мы улучшим положение. Не будем бороться – ухудшится положение. Вот отказалась партия от борьбы и класс. Ну, у него все отобрали. А если сейчас не хотят кто-то, не хочет бороться за улучшение положения, будь это заводской коллектив, профсоюз, будь это рабочие, будь это интеллигенция, не хотите никак бороться, не находите способов, значит, дальше все отнимать, пока все не отнимут. Вы же видите, конца края этому нет. Ухудшается положение, понижается жизненный уровень, инфляцию. Она ведь не сама идет. Это Джон Мейнард Кейнс, английский экономист, очень, кстати, способный. Придумал, он признал, что Маркс прав, что кризисы есть при капитализме, надо государственное регулирование, и предложил в качестве средства регулирования инфляцию. Дескать, зарплату вам дают, а ваша зарплата обесценивается все время. Обесценивается, у вас все время как бы отбирают. А вы как бы бежите наверх по горе, а на самом деле вас скатывают обратно вниз. И так далее. И поэтому нужно не просто говорить, дайте мне зарплату, а чтобы зарплата повышалась быстрее, чем инфляция. И повышаться она может, если мы будем использовать все, что записано в Трудовом кодексе, те права, которые есть. Люди, которые не знают своих прав в том обществе, в котором мы живем, а за эти права многие поколения рабочего класса боролись, они не смогут вытащить эту телегу из грязи, той трясины, в которой мы сейчас находимся. Поэтому это вопрос такой, либо мы будем это делать в одиночку, если бы мы начнем организовываться. Будем организовываться вокруг идеи, или просто будем ныть, кричать, ругаться и плакать. Вот я думаю, что тот, кто не хочет ныть, просто ругаться и просто плакать, должен идти в Красный университет и участвовать в организации борьбы народа за возрождение Советской России и Советского Союза. Хочу сказать сразу, поскольку это вопрос, некоторые сейчас запуганы, а вот, а вдруг меня придут, заберут. У нас Конституция есть, потом ее правили. В этой Конституции, которую правили, записано, что у российского государства нет господствующей идеологии. Ну вот мы решили с Александром Сергеевичем, раз нет господствующей идеологии, а мы в идеологии немножко разбираемся, лучше, чем другие, намного, и причем лучше, чем очень многих. Поэтому мы считаем, что надо сделать господствующей идеологией марксизм-лединизм. Мы этим занимаемся профессионально и привлекаем к этому всех остальных. Давайте сделаем господствующие идеологии. Не надо себя запугивать, что нам не дают. Кто вам не дает? Кто нам ничего не дает? У нас все есть. У нас все есть. У нас есть университет. У нас есть возможность преподавать. У нас есть возможность сдавать зачеты. У нас есть возможность получить ответы. У нас мы специально сделали лекции, так устроили в Красной Университете, что вот вы будете час слушать, а после этого 10 минут перерыв и 50 минут ответа на вопросы. Или консультации по каким-нибудь проблемам, как организовать забастовку, или как, так сказать, ставить коллективный договор, и любые другие вопросы. Мы договорились, что если, ну вот я выступаю отдельно, или Александр Сергеевич с лекцией, ну любые могут быть вопросы. А мы договорились, что и здесь у нас вопросы будут не только по той лекции, которая читается сегодня, в соответствии с программой. Программа вывешена на сайте Красного Университета. А в соответствии с тем, что вот сейчас у человека возник вопрос, вчера обсуждал в бригаде, дайте ответ. И вот лектор, который сегодня ведет занятие, в 50 минут, которые выделяются вот на этом занятии, которое проходит раз в неделю, он должен на этот вопрос ответить. То есть мы должны людям отвечать на те вопросы, которые в них возникают, дескать, вот учись, учись, может быть ты поймешь. Нет, мы должны ответить сразу, потому что мы не хотим быть казенными какими-то, так сказать, лекторами, теоретиками. А мы и теоретики. И я думаю, что если брать вопросы теоретические, то, конечно, у нас гораздо большая база, чем у тех, кто сейчас подбирает, можно сказать, какие-то гнилые объедки умерших философских систем. Мы это видим, мы смотрим на это с отвращением, просто-напросто. Ну вот, это особенность. То есть можно сказать, что люди не знают своего счастья, потому что когда мы просто призываем, сказать, ребята, боритесь. Но как бороться, когда мы не знаем, куда, что, как? Идите в Красный университет, учитесь, набирайте знаний, опыта, чтобы вы сами могли отвечать, вы все сами могли организовать. И как вы думаете, организовывать должны такие люди, как вот в возрасте, как у нас с Александром Сергеевичем? Мы свои знания будем передавать, и опыт. А организовывать должны люди, которые в возрасте 25-27 лет. Вот разница была между большевиками и меньшевиками. Знаете, какая? Все большевики в среднем моложе года на два, чем средний возраст уже этих меньшевиков, которые больше хотелось им сидеть, и не хотели, так сказать, настоящей большой борьбы, которая требует и смелости, и решительности, и риска. Хотя, как показал вот опыт большевиков, самой мирной революцией во всей истории человечества была Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Если кто знает, сколько было жертв в этой революции, пусть найдет. Если там и было несколько, пять человек, может быть, где-то отдельно стукнулись, или как-то так случайно никуда не попали. А если вы возьмете буржуазную революцию, которая тоже была в 17-м году, то вот видите на Марсово поле, там гранитом все обложено, там тысячи человек лежат, которые погибли в ту революцию, которую делала буржуазия. А буржуазия сейчас у нас у власти, она как раз наследница тех людей, которые пускают народную кровь. А мы, мы наследники как раз вот самой гуманной, самой, можно сказать, мирной революции. Но это революция, потому что переход состоялся к советам, а советы громадное большинство народа включали в себя. И надо, чтобы весь народ превратился в советское общество. В советское общество он может превратиться уже в условиях капитализма. Для этого надо создавать советы. Для создания советов никаких пределов и препятствий нет. Введите коллективно-трудовые споры, организовывайте забастовочные комитеты, собирайте от них представителей, вот у вас и будут советы. В чем тут? Что тут такого невозможного? Ну, если вы не будете делать, то и не будет. Наше дело какое? Мы же не можем, как вы понимаете, вот мы не из тех героев, которые приходят и вместо народных масс, вместо трудящихся, вместо рабочего класса, вместо интеллигенции все делают. Ну, этого, конечно, Красный университет так не выдает. А вот диплом он выдает, что вот эти люди знают дорогу к народному счастью. И эти люди не подведут. Потому что для того, чтобы у нас что-то изменилось, надо, чтобы люди этим занимались не сегодня вечером и завтра с утра, а чтобы они этому посвятили всю свою жизнь. Вот такими были большевики. И мы хотим действовать как большевики, и большевиками и являемся до настоящего времени. Вот такой большевистский университет, это Красный университет, фонда рабочей академии, Ленинградского интернет-телевидения. Но поскольку я много уже сказал, я думаю, что Александр Сергеевич придумал, что сказать еще, сейчас скажут в заключение. Я думаю, что в основном мы сказали, основное то, что мы не случайно пришли к университету, а мы занимаемся этим уже 30 лет еще с советских времен. Во-вторых, вот этот десятилетний опыт, он показал, что люди к нам идут, люди молодые, умные, уже умные, но хотят стать еще умнее, еще образованнее, еще квалифицированнее. И я думаю, что вот этот десятый набор, он будет еще более успешным, чем предыдущий. Поэтому я думаю, что каждый год мы даем такой толчок советскому просвещению в нашем буржуазном обществе. И это советское просвещение, оно безусловно даст возможность нашему народу организоваться и сделать нашу жизнь по-народному, социалистически, по-советскому и покончить с тем разворовыванием России, которое продолжается уже фактически 30 лет и от которого страдает большинство русского и других народов, населяющих Россию. Поэтому, дорогие товарищи, призываем вас, тех, кто хочет добиться истины, кто хочет добиться правды, хочет добиться справедливости, приходить в наш университет, получать фундаментальные знания и нести их дальше в народ. И с этими знаниями преобразовывать нашу жизнь в направлении всеобщего счастья, в направлении всеобщего благополучия, в направлении развития России. Для тех товарищей, которые записались уже в Красный университет из числа ленинградцев, объявляю, что я и ректор университета, и проректор по учебной работе будем с 18 часов до 18.30 6-го числа октября ждать вас в Метрополе технической на выходе. Поскольку вы не знаете, где будут проходить, чтобы никого мы не потеряли по дороге, мы вместе пройдем в помещение, где начнется первое занятие, потом, когда вы уже будете знать, то вы будете это делать. Тот, кто еще не записался, может за это время записаться и тоже подходить. Никаких в этом смысле у нас ограничений нет. Еще раз повторяю, что занятия, конечно, бесплатные, поскольку для нас, для тех, кто получил в советское время бесплатное обучение и образование, это отдача долга, которая у нас есть в нашей стране, нашему народу, нашему рабочему классу, колхозному христианству и советской интеллигенции. Поэтому вот такое уникальное явление, такая уникальная возможность. Я думаю, что, как вы знаете, говорят, кто этим не воспользуется, тот проиграл. До встречи в Красном университете Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения. Иногородние товарищи будут смотреть занятия на Лен.ру или, наверное, будет дублирование на канале Фонда Рабочей Академии. А что касается сдачи зачетов и экзаменов, это будет сделано в онлайн-режиме. То есть мы, так сказать, вполне ведем занятия на уровне современных требований и никаких расстояний для нас не существует. Будь это люди из Азбекистана, Казахстана, Белоруссии, из Дании, из Новой Зеландии, из Австралии, все они учатся у нас в Красном университете, тем более, что русские люди есть сейчас по всему миру. И эти русские люди стремятся к объединению, и это одно из средств объединения русского народа. 25 миллионов русских находятся за пределами России. Об этом не будем забывать. И мы о них тоже помним и можем сказать, передаем вам всем привет. Ждем вас, ваши слушатели Красного университета. Пожалуйста. Спасибо за внимание. Спасибо. Успешной учебы. А ты записался в Красный университет? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...